Всем привет! Распакуем для розетки карточку SanDisk Extreme Compact Flash 64 гигабайта 120 мегабайт секунд скорость 800x для Compact Flash. Поехали! Блистер открывается как всегда легко, потому что это блистер. Внутри, в принципе, как у всех, пластиковая коробочка. Ну и самокарта. Протестируем в фотоаппарате Nikon D700. Сразу показала толковый объем. В принципе, даже форматировать не надо. Протестируем на скорость серийной съемки, потому что Lexar в данном фотоаппарате показал полную запись из буфера на карту за 18 секунд. Посмотрим, что будет здесь. Нужен для этого секундомер. Поехали! 19 секунд, в принципе, я считаю, грубо говоря, то же самое. Может быть, 20. Протестируем еще эту карточку в компе. Смотрим, какие скорости покажет card reader. Для этого, опять же, запустил CrystalDiskMark. В принципе, все четыре теста считаю гонять бессмысленно. Хватит одного. Пока идут тесты, еще расскажу прикол, который мне по секрету сказали у одного из вендоров. Как определить сандиск настоящий или подделка. В принципе, не факт, что этот метод стопроцентный, но в целом, я думаю, что лучше, чем ничего. Главное, чтобы на упаковке не было китайских иероглифов. В принципе, их тут нету. Так что я думаю, что все окей с этим делом. Все. Тестирование происходит у нас. Чтение 122. Запись 70. Ну, 69. В принципе, по сравнению с Lexar, это чуть-чуть хуже Lexar, потому что у Lexar 134 и 74. Для сравнения, еще тестировал Kingston 266X, самый первый MEO 6318. Второй идет Transcend 600X 9080. Ну и последний Lexar 134 и 74. В принципе, в стандарты, по идее, вписываемся. Но хотелось бы и лучше, потому что у сандиска меньше, чем у Lexar. В принципе, на этом, я думаю, все. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok